Вот, мне, наверное, ОЗТФ тоже по скрининному стриму, именно тихо два подписалось. Привет. Губа? Губа. Нет. Губы. Губы? Что угодно. Жопа, сиськи. Жопа, сиськи, зубы, нет. Губы. Нос. Что угодно на ней мозг. Линдзи, щеки, зубы, хвост. Что угодно на ней мозг. А то там... Короче, пофиг. Привет. Джек Болтон. Мистер Болтон. Тони Болтон. Можете, тисячі. Можете, тисячі. Покажи хвост. Не мамина хвостова. Воно і є. Грива. Без тобі я не можу. Без тобі я не можу. Ти де сидиш? В кол-центрі. Зараз намаєм на ябліць. Все, я сказав не можу. Я можу тебе пофарту сказати. Зараз знімаю. Дякую вам за дзвонок. Я дзвоню. Може, пора вже написати шелечко? Ні, я не можу. Я дзвоню. Куди там Стас написав, що нема дзвонку? Десь чин. Ну, щас чихну. Вона ж в ДВІ-23 написав. Дякую. Анна. Аня пишет. Все. Колеги, дорога. Здравствуйте. Меня зовут Анастасія. Я представляю компанию ForService. Ми проводимо опрос пользователям мобильной связи. Скорейте, могли побудрати не більше зиминіну для ответа на наші випроси. Добрый день. Меня зовут Анастасія. Я представляю компанию ForService. Ми проводимо опрос пользователям мобильной связи. Но ваш миль очень важен для нас, возможно, вы подумаете, придете в наш окно? Что пишешь? Что пишешь? Пройти опрос по поводу мобильной связи. Не скажу секрет. А, у меня есть. Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию ForService. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. У меня было ответить на несколько вопросов. Ответить на две более сильные минуты ваше ответение. Ответите на несколько вопросов. В каком городе я проживаю здесь? Боже. Какой район? Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию ForService. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов. Это изменит не более семи минут вашего времени. Нам очень важно ваше мнение. Возможно, мы перезвоним вам в другое время? Я поняла. Извините за задуманное неудобство. С вам доброго. Чего такие злые люди? Казан, я не могу. Казан, я не могу. Пожарим под замчистки. Что же? Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию ForService. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Удете, мы могли бы выводить не более семи минут для ответа на наши вопросы. Доброго дня, Анастасия. Я представляю компанию ForService. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Доброго дня, Анастасия. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию ForService. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов от из... Я же перезвоню. Ничего сложного. Ой, надо было в нем поделить номера. В каком месте потребитель? Как показалось? Все. Ножов зараз немає. В норожах так и вам. Не прикольно. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Продолжение следует... 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 Степень важна на стене, господи. Ты скажи, что мы перезвоним вам, скажите, когда я могу вам перезвонить, чтобы вам было удобно разговаривать. Салют. Качество мобильного интернета, его скорость и стабильность. Инновационность, внедрение новых интернета в связи и технологии. Много с вами городит или не очень? Качество мобильного интернета. Ну, сейчас скажу, сколько у меня было за сегодня. Сегодня. Скажите точно, два или три. Я скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сейчас я попросу вас оценить свое отношение к оператору мобильной связи, о которой вы говорили. Если у вас цены негативные отношения к оператору мобильной связи, то меня он не будет. А если положительная, то я оценка семь. Если же у вас нейтральное отношение, то я оценку четыре. Не имеет ли вы, чем я пользовались в своем воздухе. По-моему, все это делают, нет? Как вы оцените ваше отношение к оператору нейтральных? Окей. I speak French, I speak Russian. I don't speak French. 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 Okay. I don't speak French. Добрый день, меня зовут Анастасия, я представляю компанию ForService. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов, и это изменить не более 7 минут вашего времени. Нам очень важно ваше мнение, возможно, перезвоним чуть-чуть попозже. Я вас поняла, извините, всего доброго, хорошего дня. Хорошо, удобство оплаты и качество обслуживания абонента. Первый раз прошу сам мне позвонить оператору изменить связи. Ты не из Татарстана, чувак. Ты не понимаешь, что вы служите на государственном предприятии, рабочих частного предприятия, рабочих государственных предприятий, вы не работаете в настоящее время или поживаете на пенсии? Ну, ты не являешься как-то абонентом, я не знаю, как это называется. Короче, то есть не в Татарстане покупал симптомы. Номера-то определяются. О сервисе. Английский О4 и английский сервис. Господин, а у вас на самом деле перезагрузили, например, для этого сообщения? Спасибо, конечно, но... Ладно. Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию For Service. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов? А я могу поговорить с кем-то из взрослых? Наша дура выше всех? В каком городе вы проживаете? В каком городе вы проживаете? Мы, как вам болтят? 72. сейчас секунду я всем отвечу я не знаю как это вообще делается смысле ну потому что там вопросики типа f обозначены короче там города есть если не стекла это заканчиваем если умение 18 и не кистеньков это у нас не подходит ну а летает а подходит я не знаю там как-то короче нам нас автоматом через программу звонят номера но они как-то выбирают так что номера из татарстана до скорости образованы и закончили и пройденки тут ты помнишь за какой он город ты закрыла анкету нет анкета ты помнишь за какой он город и с какими уроки короче перезвоню так моя бывшая жена так же быстро непонятно это только на работе так быстро непонятно потому что надо сказать все и вместиться во время тоже настя настя там настя сзади меня настя а там вида добрый день меня зовут анастасия я представляю компанию по сервис мы проводим опрос пользователей мобильной связи могли бы вы ответить на несколько вопросов это скажите когда я могу вам перезвонить что он был удобно разговаривать вот это будет большая база перезвона непонятно непонятно о чем домов домов что надо сменить имя блин а аня пишет нам тут и первые сорок минут как мне нет было звонков как в перерыв ну потому что вчера она тут была она занята сколько вам получится добрый день меня зовут анастасия я представляю компанию for service мы проводим опрос пользователей мобильной связи могли бы вы ответить на несколько вопросов это возьмет не более 7 минут вашего времени в общем мы проводим исследования по качеству работы операторов мобильной связи скажите пожалуйста в каком городе вы проживаете а скажите пожалуйста сколько вам полных лет да бесплатный скажите пожалуйста сколько вам лет полных а скажите услугами каких операторов мобильной связи вы пользуетесь в настоящее время тремя 023 заканчивается скажите пожалуйста каких операторов вы знаете ваш номер сгенерирован автоматическим подбором цифр скажите каких операторов вы знаете хотя бы по названию а каких то помимо а помимо этих вы знаете еще каких то операторов билайн хорошо скажите реклама каких операторов мобильной связи вам встречалась в последнем время каких операторов не имеет значения где именно по телевизору на улице в транспорте в интернете по радио нет какой оператор в последнее время встречался он чаще всего хорошо скажите вы знаете такого оператора как теле 2 айота скажите пожалуйста услугами каких мобильных операторов вы когда-либо пользовались не имеет значения когда и как долго мтс и летай а билайном вы пользовались когда-то а теле 2 а теле 2 а реклама каких операторов йота а скажите вы можете назвать операторов мобильной связи с другими которых вы никогда не будете пользоваться чаще всего хорошо я вам зачитаю ряд характеристик которые люди могут принимать во внимание при выборе оператора мобильной связи а вы скажите насколько они для вас важны оцените пожалуйста по шкале от 1 до 7 1 это совершенно не важно а 7 очень важно широкий выбор тарифных планов 1 1 это совершенно не важно на 7 очень важно широкий выбор тарифных планов 1 хорошо инновационность внедрение новых стандартов связи технологий на сколько вам важно от 1 до 7 цифру назовите пожалуйста качество связи на сколько 1 хорошо репутация репутация оператора на сколько вам важно широкая сеть центров обслуживания абонентов репутация оператора наличие программы лояльности акции качество маркера полы на лет насколько вам важно от 1 до 7 1 это зона покрытия широкая сеть центров обслуживания абонентов хорошо назовите пожалуйста цифру от 1 до 7 на сколько вам важно от 1 до 7 3 или 4 все таки Назовите, пожалуйста, более склоняйтесь к тройке или к четверке. А честность и прозрачность списывания средств абонентов? Насколько вам важно? Семь. Хорошо. А удобство оплаты? Хорошо. А насколько вам важно? Оцените от одного до семи. Качество мобильного интернета. Качество обслуживания абонентов. Вот как вы понимаете, вот качество обслуживания абонентов. А зона покрытия? Зона покрытия от одного до семи, насколько вам важно? Первая характеристика – это широкая секция обслуживания абонентов. Насколько нам для вас нужна? И современный аппарат. Я вас поняла. И все же оцените, пожалуйста, от одного до семи. Семь. А стоимость услуг? Стоимость услуг. Оцените, пожалуйста, свое отношение к оператору Теледва по шкале от одного до семи. Один – это крайне отрицательно. Не имеет значения, пользовались вы услугами этого оператора или нет. Единица – это крайне отрицательно, а семь – положительно. Если нейтрально, дайте оценку 4. А йота? Нечестная, непрозрачная тарификация услуг. Удобство оплаты. Хорошо. Я вам зачитаю несколько высказываний об операторах мобильной связи. Вы скажите, каким маркам они больше всего подходят. Вы можете выбрать для каждого высказывания один или несколько операторов. Или не называть ни одного. Лидер… Лидер на рынке мобильной связи Татарстана. По вашему мнению, это Летай, МТС, Мегафон, Билайн Теледва, Йота. Или не один из вариантов. А высокий уровень сервиса у какого оператора? По вашему мнению, как вы считаете? Мегафон, МТС, Билайн Теледва. Хорошо. А инновационный современный оператор? Эти же МТС, Мегафон и Билайн? Летай? Вы имеете ввиду. А выгодные тарифы? И МТС. А оператор для успеха… Оператор для успешных, активных, энергичных людей. Как вы считаете, какой это? А престижный мобильный оператор? Динамично развивающийся. А нечестная и непрозрачная тарификация услуг, по вашему мнению, это какой оператор? По вашему мнению, вы как выглядите? А высокое качество связи? Хорошо. Еще несколько вопросов. МТС, хорошо. А популярный оператор? Им многое пользуются. Менее полгода, от полугода до одного года, от одного года до трех лет, более трех лет. Скажите, какому оператору вы доверяете? Да. А лучший оператор для мобильного интернета, по вашему мнению, это какой? Лучший оператор для мобильного интернета. Насколько вы готовы рекомендовать оператору мобильной связи, с которым вы сейчас пользуетесь? Оцените, прошу, пожалуйста, я бы не знаю. Хорошо. МТС. А скажите, о каком операторе вы мало знаете? Я зачитаю вам несколько рассказов. А как вы считаете, какой оператор предоставляет услуги, которые не предоставляют другие операторы, по вашему мнению? Интересная реклама, вам нравится стиль компании? Привлекательные программы лояльности, частые акции для абонентов? У какого оператора, как вы считаете? А широкая сеть покрытия? Никакой. Скажите, какие операторы доброжелательны по отношению к своему клиенту? Наверное, они не дают. Это было ваше мнение. Хорошо, скажите, как долго вы являетесь оппонентом оператора «Летай»? Скажите, есть какие-то причины, чтобы его понимать? Не честно, не прозрачная перификация. Это будет менее полугода или более? А МТС? Это будет до одного года или более? А МТС? От одного, менее полугода, от полугода до одного года, от одного года до трех лет или более трех лет? Более трех лет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, насколько вы готовы рекомендовать операторам мобильной связи, услугами, которые вы сейчас пользуетесь? Оцените, пожалуйста, от нуля до десяти. Где ноль, точно не порекомендуйте, а десять обязательно порекомендуйте. Оператор «Летай». А МТС? Широкая сеть центров обслуживания абонентов. А Мегафон? Билай, да. Но вот вы выбираете цифр, и вы же тоже тренируете. Цифр десять. Хорошо. Я заставлю вам несколько высказываний. Скажите, какое одно из них на более точно отражает ваше отношение к оператору «Летай». Первое. Меня вполне устраивает мой оператор. Я не думаю о переходе на другой. Второе. Я могу найти много причин, чтобы продолжать им пользоваться. И в то же время много причин, чтобы его сменить. И последнее. Я могу найти только несколько причин, чтобы продолжать им пользоваться. И много причин, чтобы его сменить. Скажите, пожалуйста, что удерживает вас от перехода на другой мобильный оператор? Выберите две основные причины. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что удерживает вас от перехода на другой оператор. В смысле, имеется в виду сменить оператора. Первое. Не видите на рынке более привлекательных предложений. Второе. Отсутствие времени заниматься поиском подходящей альтернативы. Третье. Необходимость обучения. Выберите, пожалуйста, вторую причину. Возможно, потеря номера или потеря бонусов, привилегий. Или укажите свою, пожалуйста. Вторая причина. Выберите или свою, скажите, или из предоставленных. Работа сейчас на предприятии рабочей государственного предприятия. Учащихся не работают, на следующее время пенсия нет. Что обособление может быть? Хорошо. Те же... Хорошо. Теперь последний вопрос. Как бы вы аграциализовали... Я вас предположение ваше... Скажите, пожалуйста, те же высказы, они только теперь по отношению к оператору МТС? Первое, вас все устраивает, вы не думаете о переходе на другой. Второе, у вас есть много причин, что продолжать. Полный достаток, неограниченный средств, а кто обоградует больше. А вот насколько вы готовы рекомендовать оператору МТС? Можно выводить или не вешать? Верно? Подписывайтесь, пожалуйста. Отменяли, 10 дней. Это был последний вопрос. Спасибо большое за участие в вопросе. Вы нам очень помогли. Спасибо за выкиданное время. Хорошего дня. Всего доброго. Хорошо. Я считаю, вы не сможете по высказываниям. А вы скажите, какой от нас выявили, как точно приводит ваше зрение по оператору МТС? Первое, меня полноустрачно. То есть, я правильно вас понимаю? У вас есть... Вы можете... Нет, с МТС... То есть, хорошо, вы не думаете о переходе на другой оператор, верно? В то же время много причин на весь номер. И много причин на весь номер. Нет, нет. Я имею в виду с МТС на другой какой-то. То есть, чтобы МТС не пользоваться. Вот какое вы сказали? Встретили. А скажите, что удерживает вас от перехода на другой мобильный оператор? Выберите те же две основные... А по поводу оператора Мегафон, что вы скажете? Первое... То есть, вас все устраивает, и на рынке нет более подходящих предложений? Я вас поняла. Я вам ряд характеристик зачитаю. Вы скажите, насколько вы ими довольны у своих операторов? От одного до семи, оцените, пожалуйста. Широкая сеть центров обслуживания абонентов. Насколько вы довольны? Летай. А качество связи? Летай. Насколько вы довольны? От одного до семи. Широкая сеть центров обслуживания абонентов. А МТС? А Мегафон? А стоимость услуг? Насколько вы довольны? Летай. Качество связи? От одного до семи. А МТС? Мегафон? Зона покрытия? Летай. Насколько вы довольны? Материстики, которые люди могут принимать в внимание при выборе реакции мобильной связи? МТС? Мегафон? Качество мобильного интернета? Летай. Широкий выбор тарифных планов. А мегафон? А мегафон? А широкий выбор тарифных планов? А широкий выбор тарифных планов? Летай. Летай. Широкий выбор тарифных планов. Насколько вы довольны? Удобство оплаты. Чтобы было из чего выбирать. Тарифы. Летай. Хорошо, я вас поняла. Честность и... Еще пара вопросов буквально. Ответьте, пожалуйста. Честность и прозрачность списывания средств абонентов. Насколько вы довольны? На 7, верно? А инновационность, внедрение новых стандартов связи, технологии. Насколько вы довольны этим? Улетай. Вы работаете частным предприятием, то есть константливое предприятие. Вы работаете в общей жизни. Я вас поняла. И репутация оператора. Насколько вы довольны репутацией оператора у своих операторов? Служащими частными предприятиями, верно? Наличие программы лояльности акции. Наличие программы лояльности акции. Вот вам бонусы зачисляются за пополнение. Насколько вы этим довольны? У оператора летай. На какую оценку? От 1 до 7. Оцените, пожалуйста. У всех трех? А качество обслуживания абонентов? Я поняла. Нет, нет, это уже конец. Удобство оплаты. Насколько вы довольны этим? Спасибо за длительное время. Хорошего дня. До свидания. Нет, нет, нет. Удобство оплаты. Насколько вы довольны? Скажите, пожалуйста, насколько вы довольны удобством оплаты у своих операторов? Удобством оплаты. Насколько вы довольны у оператора лета? Я задавала по поводу, насколько вам важно это, чтобы вам было удобно оплачивать Нет Мы проводим исследование по качеству работы операторов мобильной связи Это независимая исследовательская организация по сервис И последних два вопроса осталось Ответьте, пожалуйста, каков вашей деятельности? Это для общей статистики Вы предприниматель, вы служащий на частном предприятии, служащий на государственном Рабочий час на предприятии, рабочий государственный Это независимая исследовательская организация Скажите, пожалуйста, как бы вы охарактеризовали материальное положение вашей семьи? Не хватает денег даже на еду? Вы имеете право не отвечать на этот вопрос? Не хватает денег даже на еду? Хватает на еду, но не хватает... Но не можем покупать одежду? Хватает на еду и на одежду, но не можем покупать... Вы имеете право не отвечать на этот вопрос? Я вас поняла, спасибо большое, это был последний вопрос Благодарим за уделенное время, за часть вопроса Всего доброго Пипец, 20 минут проговорить И о чём? Большинство, это затрудняется ответить Так... Нет... Да просто они пользуются тремя симками Креативного сменеджера, 7 минут уже прошло 7-20 минут прошло Ну, это не я придумала вопросы Постойний вопрос, какая у вас туалетная бумага? Так, стойте Ржу Так, чё тут вообще? За 7-20 только 4 Сейчас матери позвоню, вопрос проведу Скорую вызовет, не сразу Что такое летай? По-любому не летает же Улетай А я прихожу, я домой Вопросы, как прошёл день Насколько я довольна Еще пару вопросов Нихеряно довольна Привет Привет Так, а на теле 2 не пользовался Откуда она знает зону покрытия? Я с ней ездил Насколько я вас Зачем от 1 до 7 Надо ввести такой вопрос Сама не рада уже Не летай, не летай Так, в реале Последний вопрос Мы были на связи в тему Я не знаю Не я, как думала Ну, ты выбила нам эфир Сколько он идёт уже? Сколько он уже процентов заработал? 50 Сколько тебе лет? 17 Ой, я хочу в туалет Не, еще 20 минут Нет Я потом начну новый эфир Через час Какая зарплата? Не скажу Не можете Здравствуйте, меня зовут Алина Стасия Я представляю компанию Full Service Мы проводим вопрос После вашей мобильной связи Скажите, могли бы выводить Не более 10 минут Для ответа на наши вопросы? Это ни в какое время Да А можно выгрузить кожу Будем делать для вас время? Не можно Так, я пошла в туалет Короче Я уже не могу И третьей связи уже не хватило Какой город? Ты не официально устроен? Ну, мне не могут официально устроить На, поговори Пусть все эти макияжи у меня Угу Отдашь мне, как я пришел, заберите на канал Привет 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 Да Ты не знаете на шабе с макияжем, да? Пусть все, пожалуйста Добрый день Меня зовут Алина Это с твоей компанией И все с теми Вы проводите А вы воспользуете И на пенесе Ну, скажите Просто на магазин Нет Мы школу закончили Скажите, пожалуйста В каком городе вы проживаете? Сколько вам вам ответит? Что за работа? Да, просто проводите опрос Услуга никаких Набильных операторов Пользуйтесь настоящей львы Татарстан? Нет Татарстан Это не город Тебе не идут сколки? Скажите, пожалуйста Каких операторов Вы не знаете Что делал по названию Не идут звонки? Нет Опять А вы каким Услуги пользуетесь? Большой секрет Скажите, пожалуйста Ведемо макияж Абильных операторов Возвучав 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 Ничего страшного Ну, скажите Просто не могла зайти Або просто пересидишь Чуть-чуть Почти на 20 минут Слава Украине Слава Овас операторов Лично у меня Чуть-чуть запрос Касатели мобильных Вы украинку? Да Я вас поняла Сейчас засчитаю Некоторые характеристики Которые люди Могут принимать Во внимание При выборе Оператора Мобильной сети А вы скажите Насколько для вас Возны следующие Характеристики оператора Используйте Нет Нет Я наживу там Важность Важность Качество обслуживания абонентов Можете, пожалуйста, оценить критерии качества обслуживания абонентов По шкале Крем-бред С гостем При выборе Нет То есть Насколько для вас Это важно Не приеду Ты в Украине? Да Инновационность внедрения Носканда по цели Ой, спасибо Ой, спасибо То есть Могут всем поставить Верно? Ой, да Крем-бред Честность, прозрачность И сильный ответ Абонентов То есть Опять-таки Могут всем поставить Верно? Репутация Зона попрышилась Для коммунистов К примеру Если вы будете звонить за год Спасибо Кто-то спрашивает Как Татарстан с Украиной пересекся Как мы видим В интернете С подругой Широкая сеть Центр обслуживания абонентов Это, к примеру Вы можете Произвести физическое посещение На их офис Или точку К примеру Если вы захотите Сменить Верно Я вам поднялся Какая помощь Крыму была Один раз Когда она была еще Украинским В каком городе Вы проживаете Наличие программы Лоя Абонентов Абонентов Повторите Пожалуйста Узовство оплаты 19 Верно? С услугами каких Операторов Абонентной связи Вы пользуете Настоящие Операторы Теледва Абонентной связи Каких операторов Мобильной связи Вы знаете Хотя бы под название Кроме летать Теледва Короче Позовите Пожалуйста Да Я всех слышу Так Ладненько Сколько Сколько уже идет эфир Скажите мне Пожалуйста В принципе Зарядка есть Я потом поставлю Просто Чтобы вас Вам Насхем Зазрачивать Вы скажите Каким маркам Они больше всего Подходят Вы можете Выбрать Для каждого Высказывания Слушали Для изделия Два Или Называть Ни одного Из списка Операторов Будут Теледва Илета По вашему Теледвагану Теледвагану Оператора Вы Куда-либо Пользовались Не имеют Наслиния Куда-либо Что еще Хорошо А у Компания Теледваган Пользовались Теледва Илета Теледваган Инновационный Современный Оператор А можете Добрый день Меня зовут Анастасия Я представляю Компанию Фольссервис Мы проводим Опрос Пользователем Мобильной Связи Могли бы Вы Кажется Мне сегодня Будет дохрена Номеров Каким я буду Перезванивать Теледваган 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 Ревчар Редваган 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 Теледваган Не надо мне звонить. Не звоните мне. Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию 4Service. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов, это зависит от не более 7 минут вашего времени. Скажите, когда я могу вам призвонить, чтобы вам было удобно разговаривать? Я вас поняла, извините, мы вам перезвоним в другое время. Всего доброго. Ой, блин, я нажала игнорировать. Блин, чувак, как тебе вернуть? Не, игнорировать, все. Блин, мне, по-моему, задать его один будет. Потому что я мало звонков делаю. Ай-ай-ай. Пяточка зачесалась. Ого, что, ого, ой, кайф. Он мне уже в час попал. Я случайно нажала игнорировать. Не скажу. Маленький. Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию 4Service. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов, это зависит от не более 7 минут вашего времени. Мы проводим исследования по качеству работы операторов мобильной связи. А скажите, пожалуйста, вам есть 18 лет? Я восприняла, в таком случае это все вопросы, которые мы хотели задать. Мы пока не имеем права вас опрашивать. Всего доброго. Инновационный и современный оператор. Летай, Андрес, Мегафон, Белан, Телефан. Я случайно сказала, что вы не обучили. А тебе есть? Мне нет. Оператор для успешных активностей. Чего больше с ней? Добрый день, меня зовут Анастасия. Здравствуй. Лучше б ты труппу не брал, чувак. Номер уже сохранился, я тебе перезвоню. Я проживаю исследование по качеству задаваемых вопросов в вашей компании. Самой еще нет 18 лет. Да, я знаю. Минут. Куда номер берет? А что там за пошлые вопросы, если с 18? Немного. Есть. Больше 7 минут, не обманывай. Ну, смотря как кто отвечает. Блин. Есть, которые реально в 7 минут укладываются? Есть, конечно, в среднем 10. Не будешь я обманывать? Я скажу им до 10, не более 10 минут. Вот они скажут, о, 10 минут это очень много. Нет, почему же лохов? Ну, он даже, если понять, вот. Делают люди какой-то продукт. Есть компания, которая занимается... Я мало знаю об этом операторе. Которая занимается, блин, как это... Исследует действительно качество работы этого. То есть мнение спрашивают людей. Мне тоже звонили вчера, или позавчера на работе. Я на перерыв вышла, мне позвонили. Нет, никому не буду звонить из вас. Если вы не из Татарстана. И то не я номера придумала. Кто-то меня спросит, кто за ты этот номер взяла. А я что, скажу, что на рабочем месте трансляцию ввела? Наверное, так вот мозги едут. Типа удерживают, у нас мало накет. И все в этом. Типа у вас должна быть улыбка в голосе. Нужно, чтобы не слышно было, что вы устали и все такое. Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию FoyService. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов. Это занимает не более семи минут вашего времени. А скажите, когда я могла вам перезвонить, чтобы вам было удобно разговаривать? Я вас поняла. Извините, мы перезвоним. Мне работа, звонить же можешь? Могу. Но, типа... Есть много причин, чтобы продолжать пользоваться услугами этого оператора. И много причин, чтобы его сменить. И третий, есть только несколько причин, чтобы пользоваться и не сходить, чтобы его сменить. Выберите, что вам больше подходит. Сколько? Далее, поехали, далее. У вас все полно устраивает или нет? Сейчас, вот и снизу. Какой толк от этих вопросов? А что удерживает вас от перехода на другую оператору? Я сочетаю, а вы выберите, пожалуйста, две основные причины. Насколько важно, типа, насколько вы довольны, типа... Ну, блин, как исследование, знаешь. Ты делаешь продукт, люди им пользуются. Да, им надо. Конечно, тебе выгодно. Но надо же понимать еще... Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию ForService. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов? Это зависит от не более 7 минут вашего времени. Я сейчас сочетаю вам ряд характеристик оператора мобильной связи, а вы скажете, насколько вы удовлетворены ими у своего мобильного... Скучная работа, на самом деле. А под вечер уже начинаешь переживание по три раза подряд. Просто тупо за... Тупо за... Посылать можно? Нам нельзя. Широкая сеть центров обслуживания абонента. Зона покрытия. Теперь мы должны расположить респондента к себе. Ребята, напишите мне в Инсту. Это еще выходной. Вы в будьи дни не слышали. Через базу данных нам дают... У нас с автоматом... Это... Мне надо звонить. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Я представляю компанию по сервису. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов? Это зависит от не более 7 минут вашего времени. Это в общем мы проводим исследования по качеству работы операторов мобильной связи. А скажите, когда я могу вам перезвонить, чтобы вам удобно было разговаривать? Сейчас покажу Инсту. Я же показывала. Жесть. Вот именно. Да. Вот моя Инсту. Это Инсту. Все убиты. Делай скрин и все. Все, что мы забыли. Делай скрин и все, что мы забыли. Спасибо. Какой подходит больше? Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Мы не все, что захотим. Правильно? Это был последний вопрос. Спасибо большое. Есть вопросы, которые очень помогают. Подгодорим только для меня. Я надеюсь, что я не могу. 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 Что ты не сказала? Я бы дома взяла. Сейчас, пожалуйста. Я завтра ты перенесу, хочешь? Тарелочку тебе возьми. Тарелочку. И ложку, и звукай. А сегодня я еще раз говорю, сколько каких мобильных операторов пользуетесь на следующий день? Детическое печенье. Какие мобильные карберы? Да, я не знаю. У меня интересный. Тяжелая работа. Цена. Не тяжелая. Я ворой. И глава каких мобильных операторов вам встречалась в последней мобильной? Скучная просто. Слышали про такую компанию «Фотсили-2»? Не слышали. Поскольку никаких мобильных операторов вы когда его пользовались, не имеет значения для этого долго. Долго. Не знаю, что там. Более 100 посылали. На самом деле. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Я представляю компанию «Фотсервис». Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов и возьмите не более 7 минут вашего времени. Скажите, пожалуйста, в каком городе вы проживаете? А скажите, пожалуйста, сколько вам полных лет? Скажите, услугами каких операторов мобильной связи вы пользуетесь в настоящее время? Только им, верно? Но сейчас вы им не пользуетесь. Он раньше был. А, хорошо. А скажите, каких операторов вы еще знаете? Хотя бы по названию. А скажите, реклама каких операторов мобильной связи вам встречалась в последнее время? Какого оператора? Назовите, пожалуйста. В последнее время каких операторов? Каких операторов? Летая, МТС, Мегафон, Билайн. Скажите, вы знаете... Да, Теле2, вы знаете, что такого оператора? А Йота знаете? Йота знаете такого оператора? А какого вы оценили оператора Теле2? Йота. Вы знаете такого мобильного оператора? Нет, хорошо. А скажите, услугами каких мобильных операторов вы когда-либо пользовались? Не имеет значения, когда и как долго. И сейчас летай. И только МТС, Мегафон не пользовались, верно? А вы можете назвать оператора мобильной связи, услугами которых вы никогда не будете пользоваться? Сейчас я читаю вам несколько высказываний в операторной связи. Скажите, когда я могу вам перезвонить, чтобы вам было удобно разговаривать? Отключилась. А так нормально отвечала. Йота. Так, что вы тут напишите? Теле2. Привет. Мегафон МТС, Билан Йота. What is your name? My name is Anastasia. Мегафон МТС, Билан Йота. мобильной связи. Могли бы Вы ответить на несколько вопросов, это занимает не более 7 минут Вашего времени. Скажите, пожалуйста, в каком городе Вы проживаете? А скажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет? Услугами каких операторов мобильной связи Вы пользуетесь в настоящее время? А скажите, каких операторов Вы знаете хотя бы по названию, помимо Летай? Скажите, реклама каких операторов мобильной связи Вам встречалась в последнее время? А скажите, Вы знаете такого оператора, как Йота? Услугами каких мобильных операторов Вы когда-либо пользовались? Не имеет значения, когда и как долго? Привлекательные программы лоярности, сейчас и акции для монет. МТС пользовались? Омегафон? Обилайн? Теледва? И Летай? Хорошо. А Вы можете называть оператора мобильной связи, услугами которых Вы никогда не будете пользоваться? Хорошо, я Вас поняла. Я Вам зачитаю ряд характеристик, которые люди могут принимать во внимание при выборе оператора мобильной связи. Вы скажите, насколько они для Вас важны? По шкале от 1, оцените, пожалуйста, 1 это совершенно не важно, а 7 очень важно. Зона покрытия. Я зачитаю Вам... Нет, нет, насколько Вам важно эти характеристики, которые я Вам все зачитаю, от 1 до 7. 1 это Вам совершенно не важно, а 7 очень важно. Зона покрытия. Качество обслуживания абонентов. Качество мобильного интернета. Честность и прозрачность списывания средств абонентов. Стоимость услуг. 7, верно? Широкий выбор тарифных планов, от 1 до 7. Удобство оплаты. Качество связи. Цифра 7. Хорошо. Наличие программы лояльности акций. Это имеется ввиду, когда Вам бонусы разные начисляются за пополнение акций, скидки, вот такое вот. 7. Репутация оператора, насколько Вам важно? От 1 до 7. 5 или 6? Более... 5 или 6 скажите, уточните, пожалуйста. Честность и прозрачность списывания средств абонентов. Насколько Вам важно? Широкий выбор тарифных планов. Умор. Центры обслуживания, то есть... Удобство оплаты. Нет, нет, широкая сеть центров обслуживания абонентов. Это имеется ввиду, когда Вы физически посещаете центр, где Вам могут... Вот у Вас проблема. Вы можете прийти, Вам там помогут. И это... Да. Да, да, да. Именно. От 1 до 7. Инновационность, внедрение новых стандартов связи, технологии. Оцените, пожалуйста, свои отношения к оператору йота. От 1 до 7. 1 – это крайне отрицательное, а 7 – положительное. Если нейтральное отношение, дайте оценку 4. Угу. Можем покупать дорогие вещи, но не можем покупать то, что захотите. Я Вас поняла. Я Вас зачитаю несколько высказываний об операторах мобильной связи. Вы скажите, каким маркам они больше всего подходят. Вы можете выбрать для каждого высказывания один или несколько операторов. Или не назвать ни одного. Лидер на рынке мобильной... Да. Лидер на рынке мобильной связи Татарстана. По Вашему мнению, это Летай, МТС, Мегафон, Билан, Телес 2, Йота или не один из вариантов. Лидер на рынке мобильной связи. Мы проводим вопрос в пользователь мобильной связи. Не было ответить на несколько вопросов. Это заимет не более сильно. Но вашего времени... Хорошо, Телед2. Высокий уровень сервиса, по Вашему мнению, у какого оператора? Я ответила несколько вопросов. Ну, мы еще раз на вашем листе. Ну, в аптеке у нас звонок, в бронзак. А, инновационный, современный оператор. Выгодный тариф. Вы имеете право называть своего оператора. Вот вы теле-2, теле-тайм пользовались. Выгодный тариф. У какого оператора, как вы считаете? Или, возможно, ваши друзья, родственники вы слышали от других операторов? Оператор для успешных, активных и энергичных людей. По вашему мнению, как вы считаете, какой это? А престижный мобильный оператор? Да. А какой один? Динамично развивающийся в последнее время. Как вы считаете, какой оператор? Слышали, может... А нечестная, непрозрачная тарификация услуг. Как вы считаете, у какого оператора? Вы можете назвать своего оператора или просто затрудняйся третить? Уже если вот так вот. Высокое качество связи, как вы считаете? У какого оператора? Да, высокое качество. Вы можете спросить у провизора, потому что я не обладаю. А популярный оператор? И многие пользуются. А какому оператору вы доверяете? А скажите, я могу вам перезвонить? Я могу вам перезвонить, когда вам удобно будет разговаривать? Хорошо. Нет, но где-то еще половина. Нет, не много вопросов. Буквально половина, но... Я могу вам перезвонить, если когда? Вечер. А во сколько приблизительно я могу вам перезвонить? Я вас поняла. Хорошо, извините за доставленное неудобство. Мы вам перезвоним. Всего доброго. Отвечаю долго, блин, на каждый вопрос. А потом говорит, а сколько там еще вопросов? Это долго? Так, с телеком. Что тут писали вообще? Скорее всего. Скорее всего. Как ты, девочка? Только вопросов перезвонить еще. А что ты моя красавица? Ребята. Давай позвоню и пройду вопрос. Да нет. Я хочу домой. А вы скажите точно, что ты нашел на высшего дня врача? Ой, не дави на больной. А что ты, оператор? Наличие как травмояльности и акций для оболота. 11, 11 только. Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию ForService. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов? Это значит не более 7 минут вашего времени. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Вас плохо слышно. Вы меня слышите? Вас не слышно. Мы вам перезвоним. Возможно, связь наладится. Всего доброго. Уже 20 номеров перезвонить надо. Да, конечно, едет. Ну, вообще, наверное, какой-то дедуля. Но мы должны опросить, чтобы чисто хотя бы уже поставить, что она не подходит по критериям. Куда мы уезжаем? Я бы уехала. Мама не пустит. Бесплани. Бесплани. Ой, класс. Чешу плата, Ленка. Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию «Фойс-сервис». Вы меня слышите? Вы сможете ответить. Я тоже позитивляюсь. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Вы меня слышите? Меня зовут Анастасия. Я представляю компанию «Фойс-сервис». Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов? Это занимает не более 7 минут вашего времени. А скажите, когда я могу вам перезвонить, чтобы вам было удобно разговаривать? Я вас поняла. Извините, мы вам перезвоним. Всего доброго. Заняты мы, работаем. Работаем мы, заняты. После обеда перезвоните. Ой, как я их еще люблю. Что ж ты делаешь-то? Широкая сеть покрытия. Такая милая. Такая милая. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Я представляю компанию «Фойс-сервис». Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов? Это занимает не более 7 минут вашего времени. А скажите, когда я могу вам перезвонить, чтобы вам было удобно разговаривать? Я вас поняла. Хорошо, извините, мы вам перезвоним. Всего доброго. Сейчас я попрошу оценить свое отношение, когда я вам перезвоню. Я считаю вам несколько вопросов. Ну, не знаю. Ребята, вечером это понятие растяжимое. Для меня вечером это часов восемь. Откуда ты меня в реале знаешь? Что ты так утверждаешь? Хорошо, что утверждает вас от перфона звукового мобильного реального? Выберите сейчас вверх, а мы изучаем. Первое, не видели, что более пропекает зла. Второе, а то, что вы видите, что вы видите. И мне хотелось обучение, что вы спросите, дополнительность. Ага, конечно. Добрый день, меня зовут Анастасия. Я представляю компанию «Фойс-сервис». Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов? Это будет не более 7 минут вашего времени. Меня зовут Анастасия. Я представляю компанию «Фойс-сервис». Мы проводим опрос... Фойс-сервис – это независимая исследовательская организация. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы уделить нам не более 7 минут, чтобы ответить на наши вопросы? Скажите, когда я могу вам перезвонить, чтобы вам было удобно разговаривать? Хорошо, я вас поняла. Извините, мы вам перезвоним в другое время. Хорошего дня. Он у меня уже к крыше едет. Надо именно завершать трансляцию, да? Все, здрасте. Все, здрасте. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Я перезаправлю на сайте. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. В последней субтитринге. Я спрашиваю, я приспособилась. Ваши мнения. Буквально в последней. Да, я спрашиваю, как хотите, как я живу, где связи. А мы скажем, что... Ой, блин. Помоги. Помоги. Сломай мне стены. Сломай мне стены. Помоги. Мне кажется, это я его не слышала. Не уходи. Постой. Следующая третий листика это качество амбельного интернета и скорость оседления. Широкие подговоры плавок. Минкорол. Минновационность. Не время новых. Да, мы в сайте. Пожалуйста. Работаем. Репутация. Вроде так. Минкорол. Поверху. Дribут. Минкорол. На речь про программа г firma. Дальше. Дальше. Программа грандости. Рурочая штрихи вонsa. Добрый день, меня зовут Анастасия, я представляю компанию FoyService. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Наглубы ответить на несколько вопросов, это измыт не более 7 минут вашего времени. Скажите, когда я могу вам перезвонить, чтобы вам было удобно разговаривать? Нам очень... Когда? Я вас поняла, хорошо, извините, мы вам перезвоним. Всего доброго, хорошего дня. Никогда. По своему региону, да, по Татарстану. Это, конечно, не совсем мой регион. Скажите, не одна же я вписываю номера, которые я буду перезвонивать, да? Скажите, у меня зовут Анастасия, я представляю компанию FoyService. Мы добавим вопрос, что компанию FoyService связи. Скорее, если вы уже не более 7 минут, мы ответами наше голосование. Если я, возможно, перезвоню в другом время доставки, не? Невозможно. Через сколько можно сказать? Хорошо, в таком случае мы перезвоним, хорошая рука. Нет, точно. Вы коллектор? Нет. К сожалению. Таша, как будто коллекторам платят столько, сколько не требуют. Типа, от людей. Банк? Нет. Не угадал. Добрый день, меня зовут Анастасия, я представляю компанию FoyService. Мы проводим опрос пользователей мобильной связи. Могли бы вы ответить на несколько вопросов, а то измать не более 7 минут вашего времени. А скажите, когда я могу вам перезвонить для удобства общения? В таком случае мы перезвоним вам в другое время. Спасибо большое, всего доброго. Хорошего дня. А Ростелеком, это какой? Как сейчас называется? Это отдельно, типа... Да? Но обычно сегодня суббота. Субботу мало кто до конца отвечает. Спасибо. 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 Уверена, они тоже так делают. Спасибо. Спасибо.